Приветствую вас, друзья, в этом небольшом видео, в котором я хочу подвести небольшой итог разных методов восстановления системы. Значит, сегодня мне на ютубе человек написал очередное сообщение по поводу восстановления запуска. Но первое, что хочу сказать, ребята, ну, запуск системы, это достаточно непростые такие моменты, о которых нельзя в двух словах сказать. Что, вот, сделайте так и так, и все у вас заработает 100%. Я бы рад найти такой метод, я его ищу, но не могу давать гарантии, что найду такой метод, так как на запуск системы, собственно, на саму систему влияет очень много факторов. Это, возможно, может быть и вирус, может быть и какой-то сбой, возможно, даже, как я уже в некоторых комментариях писал людям, что это даже возможно из-за выключения, из-за слабой электроэнергии, как я уже рассказывал, писал об этом, что в определенное время у меня не было бесперебойного питания, блока бесперебойного питания, и у меня просто, я включал компьютер, процессор мне издавал звук запуска, но, тем не менее, Windows не загружался, просто там происходили разные вещи, то черный экран, то еще что-то. Как оказалось, проблема была проста, нехватки электроэнергии, то есть напряжение в сети было не 220, как положено, а меньше, не знаю, сколько я не замерял, но, тем не менее, после того, как я установил блок бесперебойного питания, у меня эти проблемы исчезли, и компьютер, с ним все в порядке. Кстати, из-за вот этого электроэнергии, из-за вот этой нехватки электроснабжения, у меня сгорел мой предыдущий компьютер, перед этим, собственно, на котором я сейчас все это пишу, но это я к тому, чтобы вы понимали, потому что мне часто пишут, не помогло, но я понимаю, ребята, хорошо, что вы написали, что не помогло, но я ищу метод, который бы мог на больший процент помогать вам восстановить систему, но, к сожалению, пока не нашел я такого метода, чтобы такой метод, точнее, не метод, чтобы такой способ был, собственно, желательно свою систему сохранять заранее, то есть, делать или резервную копию, резервную копию вашей системы, то есть, записать ее образ, и в каком-то определенном месте, на каком-то из дисков, у вас должна быть эта копия, и вы с помощью устранения неполадок запуска можете, собственно, к ней вернуться. Там тоже есть свои нюансы, об этом я, наверное, еще буду делать видео, но пока я единственное, что могу для вас сделать, сейчас, в общем, объединить те способы, что я показывал, и, собственно, опять же, на камеру показать, как это делается, ну, разные варианты, собственно, рассказать, как бы все их в одном, сейчас покажу, что можно сделать, что можно попробовать в первую очередь, ну, а дальше, ну, можем только надеяться, что оно заработает. Еще раз повторюсь, я ищу метод, который бы мог помочь, но, опять же, хочу обратить ваше внимание по поводу вирусов, я также говорил, если, допустим, у вас появился какой-то вирус, он уничтожил какие-то файлы Windows операционной системы, то, конечно, восстановление уже не так просто сделать, хотя, возможно, и получится, но не так просто. И, ну, и также, как я уже сказал, есть масса вариантов, вот, например, у одних моих знакомых мне приносили ноутбук, у них была проблема, у них был испорчен жесткий диск из-за падения ноутбука, и, собственно, соответственно, Windows работать перестал, то есть, были битые сектора на жестком диске, и, соответственно, они находились в районе операционной системы, но, соответственно, система запуститься уже не могла. Ну, это, конечно, сложный случай, возможно, что у вас, конечно, компьютеры не каждый день у всех падают, поэтому, ну, это просто как пример, но это я к тому, что не так уж иногда легко восстановить систему, просто, чтобы вы это понимали. Сейчас, в общем, я не буду больше долго рассказывать, я сейчас покажу самые первые варианты, которые вы можете попробовать, ну, а вы попробуйте, ну, как я уже сказал, будем надеяться, что ваша система запустится. Ну, продолжайте смотреть, сейчас я все покажу. Значит, первым делом, что вы можете попробовать, это выберите последнюю удачную конфигурацию, вон, в скобочках написано дополнительно, вот сейчас она вам хорошо видна, попробуйте в первую очередь вот этот метод, возможно, мне иногда он помогал, то есть, вы его нажимаете, система включится у вас, получится, могут предложить вам, какую систему запустить, если у вас одна, выберите свою операционную систему. Дальше можете попробовать безопасный режим, вот он в самом верху, и также можете зайти сюда, F8, в это меню выходить с помощью F8. И дальше устранение неполадок, самый верхний пункт, я его сейчас нажал. Это то, о чем мы уже с вами во многих видео говорили, но сейчас я попробую все объединить и все вам показать. Значит, пока загружается здесь вот это устранение неполадок, еще расскажу. Последняя удачная конфигурация, в скобках дополнительно, выберите ее, возможно, система автоматически сможет настроиться. Дальше безопасный режим, также попробуйте в него войти, если у вас получится, потом можете просто перезагрузить систему, и возможно, у вас Windows заработает, у меня было так однажды. Как я уже говорил, проблем может быть много, но здесь русский язык, и просто нажимаем далее. Здесь я ставлю свой пароль, потому что у меня есть пароль администратора, если вы его не ставили, попробуйте просто нажать ОК, или же, возможно, у вас это окошко не появится. Значит, что мы сделаем здесь? Мы выбираем восстановление запуска, это автоматическое устранение неполадок. Сейчас проверяется компьютер, дальше мы посмотрим, что там будет нам предлагать. А по поводу безопасного режима, то есть вы просто вошли с помощью безопасного режима, если у вас запустилась система, это уже хорошо. Потом вы можете в безопасном режиме, если у вас он запустится, просто перезагрузить компьютер, и возможно, компьютер начнет работать. Так, здесь я нажимаю восстановить, и восстановление запуска. Хотя у меня, в принципе, система работала нормально, я даже сам удивился, что у меня появилось восстановление. Так, и еще раз подвожу, чтобы не было вам скучно, чтобы вы запомнили. Первым делом, чтобы зайти в меню, нажимаете F8, или когда запускаете компьютер, нажимаете F8 и держите. И выходите вот в это меню. Значит, пробуйте последнюю удачную конфигурацию. Если не получается, не запускается у вас. Попробуйте безопасный режим. Опять же, если не выходит в безопасный режим, берете вот это устранение неполадок запуска компьютера. Ну, вот самый верхний пункт. И здесь уже пробуете вот эти методы. Сначала я пробую вот это автоматическое восстановление запуска. Если не получится, то сейчас буду показывать, что еще. Ну, здесь мне для перезагрузки предлагают. Я пока отказываюсь, чтобы показать вам остальные методы. Значит, восстановление системы. Вот этот вариант второй. Значит, это по точкам восстановления. У вас, если сохраняются точки восстановления, найдите самую ближнюю точку к сегодняшнему моменту, когда у вас перестал работать Windows. и нажимаете далее. Выберите ее по времени, по дате, посмотрите. Вот, можете посмотреть затрагиваемые программы. Значит, здесь вам показано, диск C будет восстановлен. И нажмете готово. Я не жму, потому что у меня все нормально. Ну, и дальше восстановление образа системы. Третий вариант. Если у вас есть образ, где-то записан системы. Образ работоспособной вашей системы. Если вы его сохраняли, но я, к сожалению, не сохранял. Наверное, я еще сделаю видео, как это делается. Сейчас пока здесь можно поискать в интернете или установить драйвер. Но, честно говоря, не буду я особо, что это такое. Сейчас оно будет искать, но у меня нигде его нету. Этих ни образов, ничего. Поэтому, видите, ничего найти не могут. Я могу здесь указать, где он, но у меня он нигде, его нет. Поэтому я жму отмена и все. Вот, собственно, вот эти методы, о которых я хотел вам показать. Если у вас где-то есть образ системы, вы можете попробовать с помощью решить свою проблему, попытаться. Но у меня его нет. И предполагаю, что у вас тоже, иначе бы, наверное, уже это сделали. Ну, вот эти методы вы можете попробовать. Значит, подвожу итог. Первое. Пробуйте удачную конфигурацию, в общем, попробуйте, о котором я уже говорил. Последняя удачная конфигурация. Дальше безопасный режим попробуйте. Ну и дальше уже устранение неполадок. А в устранении неполадок вот то, что мы с вами делали. Автоматическое, с помощью точек восстановления и с помощью образа, если он у вас есть. Ну, а на этом данное видео буду заканчивать. Надеюсь, это видео будет вам полезно. Я просто подытожил все методы, о которых я уже рассказывал раньше. Я их просто сделал в одном видео. На этом с вами прощаюсь. Желаю вам успехов. Надеюсь, что у вас получится восстановить свою систему. И все будет хорошо. До встречи в следующих видео.